Слава Богу, дорогие братья и сестры! Всегда смущает вот эта тишина, когда выходишь на кафедру. Слышно, как летит муха. В любом случае, было бы неправильно сказать «А» и не сказать «Б». Если вы помните, не так давно мы рассуждали с вами о том, что наши слова имеют силу. Сегодня я с Божьей помощью хотел бы пойти чуть-чуть глубже. Мы коснемся сердца, и тема моей проповеди называется «Внутренний мир». Я не устану повторять, что христианин – это новое сердце. И если вы с этим не согласны, пожалуйста, перечитайте все Евангелие. Христианин – это новое сердце. Проблема не только современного христианства, а вообще христианства. Или давайте скажем так, проблема христианского большинства. Любой деноминации в том, что мы часто не осознаем, что христианин – это новое сердце. Если до Христа был просто я, который имел свои планы, свои устремления, будущее, карьеру, может быть, стратегию своей семьи, стратегию развития, что-то планировал, как мне закончить свою жизнь, что после встречи с Христом я по Писанию должен отдать все в Его руки. Я уже не знаю, кем я буду, я не знаю, чего я достигну, потому что цель меняется. Основная цель – не быть или не жить, скажем так, лучше. Основная цель – быть лучше. И основная цель – исполнить Христово предназначение. Вы знаете, большая разница между тем, чтобы жить скромно и быть скромным человеком. Скромный человек и скромная жизнь – это не всегда одно и то же, потому что скромно мы можем жить, если нет каких-то материальных благ, но нам где-то в глубине души хотелось бы жить лучше. И поэтому, когда у нас скромные достатки и мы живем скромно, мы еще не можем считаться скромными людьми. Скромный человек – это тот, у которого есть возможность жить лучше, но он все равно живет скромно. Я уверен в том, что наши мотивы формируют нашу внутренность. Может быть, вы возразитесь, скажете, что наша внутренность, наше сердце формируют наши мотивы. Но я верю в то, что человек не рождается лицемером. Я верю в то, что человек не рождается вором. Я верю в то, что человек не рождается предателем. Он таким становится. Что такое лицемерие? Лицемерие это показаться лучше, чем ты есть на самом деле. Показаться лучше кому? Обществу, в котором ты находишься. Если это, не знаю, школа в школе, если это церковь в церкви, если это семья в семье, если это родство в родстве, показаться лучше, чем я есть на самом деле. Потому что в каждом обществе, в каждой социальной группе, даже в нашей церкви, есть определенные правила, есть определенные рамки поведения. Для того, чтобы мне быть лучше, показаться лучше, я должен соблюдать эти правила неукоснительно, и тогда люди, окружающие меня, будут думать, что я молодец. Допустим, если я хочу, чтобы люди думали, что я жертвенный, и у меня очень жертвенное сердце, что мне нужно сделать? Мне нужно жертвовать и обязательно провозглашать или информировать всех о том, что я пожертвовал. Если я хочу показаться духовным, а я знаю, как в том обществе, в котором я живу, или в той церкви, в которую я хожу, какие критерии духовности, мне нужно на показ выставлять и делать какие-то определенные вещи, чтобы рано или поздно люди сказали, вау, этот брат действительно духовный. И это касается абсолютно всего. Наши мотивы формируют нашу личность, потому что, когда я сначала делаю, не будучи таким, но я делаю, чтобы люди меня признали за такового, рано или поздно уже приходит момент, когда, допустим, я жертвовал и потом говорил об этом, все говорили, вау, молодец, я жертвовал еще, люди еще говорили, какой же ты молодец. Потом приходит момент, когда я пожертвовал, всем сказал и никто не похвалил. И у меня в сердце остается осадок, что как будто бы и не пожертвовал. Потому что все мои пожертвования изначально, или вся моя духовность изначально, или все мое служение изначально строилось на том, что мои мотивы выдавали желаемое за действительное, или точнее действительное за желаемое. Поставьте эти слова, как хотите. То есть, когда мое сердце не соответствует тому образу жизни, который я веду. Я говорю сегодня о внутреннем мире. Я поговорю с вами сегодня о одном человеке. Он будет как бы основной историей моей сегодняшней проповеди. Но этот человек, он жил в религиозном обществе. И живя в религиозном обществе, он соответствовал законам этого религиозного общества. И вы знаете, что такое религиозная семья? Когда я говорю о религиозной семье, я сейчас не имею в виду динаминации. Я сейчас имею в виду религиозную семью. Когда вы скажете, что такое хорошая семья, с религиозной точки зрения, это семья, у которой есть достаток. Это семья, которая может себе что-то позволить или кого-то обеспечить. Это семья, которая может поддержать с религиозной точки зрения. С духовной точки зрения я нахожу, что, допустим, у Филиппа Благовестника была хорошая семья. У него было четыре дочери, девицы, они все были пророчествующие. Вот это хорошая семья по духовным стандартам. Но в религиозном обществе хорошая семья – это карьера, это профессия, это деньги, это жена-красавица. Ну, желательно бы так. И вы знаете, что это не ново. Соломон говорит, что нет ничего нового под солнцем. Так уже было. И вот человека, о котором мы сейчас будем читать, у него было имение, у него был дом, у него были рабы, у него было имущество, у него было редкое сочетание, жена была красивой и умной. Все это у него было. Но сердце почему-то, сердце этого человека, оно не изменилось. И мы приходим к выводу, что материальные блага или цели нашей жизни, они, по сути, ничего не делают для того, чтобы сделать наше сердце, нашу внутренность лучше. Получается парадоксальная ситуация. Мы всю жизнь чего-то добиваемся. И в конечном счете мы приходим к финишной черте со всем, чего мы хотели добиться, кроме одного, кроме измененного сердца. Потому что все то, что мы добиваемся здесь, земной жизни, оно не влияет на наше сердце. Оно остается таким же испорченным. Потому что материальный мир не может сделать сердце лучше. Это будет 1-я книга царств, 25-я глава, 2-й и 3-й стих. 1-я книга царств, 25-я глава, 2-й и 3-й стих. Был некто в Маоне. Имение его в Кормиле. То есть у него был один дом, у него еще было имение, как мы раньше говорили, дача или какой-то усадебная, там, не знаю, вилла может быть. Человек очень богатый. То есть Библия не обманывает. Очень богатый. У него было 3 тысячи овец и тысяча коз, это целое имущество. И был он при стрижке овец своих на Кормиле. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. А он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Обратите внимание, что этот человек был из элитного рода Халева. Не так давно, там, 4 века назад Халев проявил себя перед эпохой царств, перед эпохой завоеваний, в эпоху Иисуса Навина. И с этого рода был этот человек. Соответственно, поскольку он еврей и поскольку он человек богатый и уважаемый, он, скорее всего, соблюдал закон Моисеев настолько, насколько это нужно было соблюдать внешне. Он, возможно, давал десятину, он, возможно, жертвовал, он приходил к Скинии, потому что храма еще не было как такового. У него было все, у него было имение, у него была жена красавица, у него было все, о чем может мечтать человек здесь, на этой земле. И будучи евреем, соответственно, он был религиозным. Потому что мы знаем, что нерелигиозных евреев, людей, которые грешили открыто, их побивали камнями, их каким-то образом физически изничтожали. По крайней мере, еще в эту эпоху такие случаи и встречались. И вот написано, что он был человек жестокий и злой нравом. Получается, все внешние постановления, которые он делал, возможно, какие-то поступки, мотивы, все то, что он приобретал, оно не влияло на его сердце. Далее мы читаем в 14 стихе этой же главы и ниже. А Вигею же жену Навала известил один из слуг. То есть мы помним, что пришел Давид, слуги Давида просили хлеба, пищи, пропитания за охрану. Сказал, вот Давид прислал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, будучи в поле. Они были для нас оградою и днем и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его ключевые слова, а он человек злой, нельзя говорить с ним. Вы знаете, есть такая книжка или такое произведение Дидахи, то есть учение 12 апостолов, произведение конца первого века или, скажем так, начала второго века, и там сказано, что если раб и господин верующие, то господин должен быть особенно внимательным, чтобы не быть гневливым. Почему? Чтобы раб, верящий в того же Бога, не потерял Божий страх и сказал, раз Бог, в которого мы верим оба, делает моего хозяина таким злым человеком, то, может быть, не в того Бога я верю и, может быть, Бога нет, поскольку он не наказывает этого человека. Написано настолько злой еврей, ходящий к скиньи, приносящий дары, празднующий праздники. Это не какой-нибудь там язычник. Он злой, что слуга даже понимает, что когда человек выходит из себя, с ним говорить вообще нельзя. И чем заканчивается вся эта история? Это 36 стих. «И пришла Авигея к Навалу». Помним, что она мудрая женщина. «И вот у него пир в доме его, как пир царский. Ничего не предвещало беды. Он богат, у него слуги, у него имение. Подумаешь, я злой. Кому какое дело? Столько лет так жил, и ничего не происходило». У него пир царский, то есть все на высшем уровне, все шикарно, и сердце Навала было весело. Конечно, имущество столько, овец постриг, прибыль получил. Он развеселился. Он же был очень пьян. И не сказала она ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Потому что с пьяным разговаривать бесполезно. 37 стих. «Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом. И замерло в нем сердце его, и стал он, как камень. Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер». Над Навалом не произошло человеческое возмездие. И я не говорю всегда, что если мы будем, простите за слово, похабно относиться к своему сердцу, к своему внутреннему состоянию, что-то подобное случится с нами. Но как пример, это очень поучительный. Да, Давид не дошел со своими гвардейцами к этому человеку. Да, не пролилась кровь. Но когда он протрезвел, и жена ему рассказала, ему сначала стало плохо, он стал как каменный. А потом через десять дней Бог его поразил, и он умер. Вы скажете, почему его поразил Бог? Какое дело? Злой человек, не злой? Да потому что этот человек уже был знаком с заповедями Моисея. Понимаете, мы не можем сравнивать себя, мы здесь сидящие, с людьми неверующими, которые никогда не слышали о Боге. Потому что мы знаем о Боге, мы слышали о Боге, и, соответственно, мы подпадаем под ответственность исполнения Божьих повелений. Навал знал, Навал видел, Бог дал Навалу все движимое и недвижимое, но Навал оставался злым человеком, без благодарного сердца. И даже слуги его понимали, что этот человек злой, и с ним разговаривать невозможно. В конечном счете Бог вступился, и человек умер. Я скажу больше, он умер не в свое время. Я не думаю, что Навал был дряхлым стариком. Возможно, он был средних или зрелых лет, но все равно он умер не в свое время, потому что Бог поразил его, и 10 дней болезни прошло, может быть, или просто это случилось внезапно, но не так много времени. Впоследствии Навала закопали, и мы даже не знаем, больше не упоминается, где там его могила. А Авигея стала женой царя, ни много ни мало. Возможно, в тот момент Давид еще бегал, но впоследствии он станет царем, и она станет супругой царя. Библия говорит нам, что наш внутренний мир, наше сердце имеет огромное значение. Библия показывает нам, что изменение нашего сердца – это и есть фундамент или цель всей нашей христианской жизни. Потому что ни знание, ни имущество, ни богатство, ни достаток, ни его отсутствие, оно абсолютно ни к чему не приближает нас в небесном царстве. Оно может нас, вы скажете, ну вот богатство портит людей. Вы знаете, каких людей портит богатство? Богатство портит людей с неизмененным сердцем, который хотел быть богатым, но у него это не получалось. Потому что он жил скромно или бедно, и он говорил, я люблю, или я ценю, или я уважаю бедную жизнь. Когда у него появилось богатство, он сразу изменил свое сердце. То есть не богатство поменялось сердце, просто не было возможности, он ей не пользовался. Появилась возможность, он воспользовался. Богатство или внешние вещи, они не меняют сердце человека, потому что человек основывает свое сердце, свое поведение, свои поступки на Божьем Слове, которое неизменно. Если он был христианином, допустим, в постсоветском пространстве, что мешает ему быть христианином в стране, в которую он эмигрировал, если он читает ту же самую Библию? Богословие меняется только у тех людей, у которых его не было. Оно по сути не меняется, просто в обычных условиях это было одно богословие, в других условиях это уже другое богословие. Человек не изменяет себе, он просто был не утвержден в том слове, которое его спасло. И вот в 1 Коринфянам 13 главе, там идет гимн любви, или какой любовь должна быть, какой любовь не должна быть, чего она не делает. Там написано, что любовь не раздражается и не мыслит зла. То есть получается, что раздражение, зло, все вот это вот накопление, исходящее изнутри, это от недостатка любви. Недостатка, в первую очередь, божественной любви. Хотя опять-таки, мы люди, и мы склонны говорить, что ну сильно любит человек его, но он все равно раздражительный. Сильно муж любит жену, но он постоянно раздражительный. Сильно отец любит детей, но он постоянно раздражительный. Сильно пастор любит церковь, но он постоянно раздражительный. Сильно служитель любит своих, кому он служит, но он сильно раздражительный. Мы говорим, ну это любовь такая. И знаете, вот это вот высказывание, если бьет, значит любит. Я не знаю, кто это придумал когда, но оно какое-то странное, в первую очередь, потому что порой изращенное. То есть это какая-то такая раболепническая любовь, когда Господь говорит ученикам, что я вас не называю рабами, я называю вас сынами, потому что рабы не знают воли, а я вам волю открыл. А вот это вот бьет, любит и так как-то нездорово. И получается две крайности. Одних бьют, и они думают, что любят, а другим можно все. Их никто не наказывает и не делает все, что хотят. Иакова 1 глава с 19 по 21 стих говорит нам следующее. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленен на слова, медленен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Оказывается, что Божье слово замедляет гнев. И не просто читание Божьего слова, а Божье слово, растворенное внутри. Оно по факту замедляет гнев, а впоследствии оно его вообще удаляет, потому что написано «отложите остаток злобы». Остаток – это означает, что основная часть уже ушла, осталось там чуть-чуть, и это тоже отложите. Получается, Библия нам сегодня говорит, что это возможно. Библия не оправдывает раздражительность в период 60, 70, 80-летней жизни. Библия не оправдывает раздражительности на смертном адре. Библия не оправдывает раздражительности после 40 лет служения. Библия, наоборот, говорит, что это возможно. Отложить остаток злобы. Дальше нам Иаков показывает, что гнев человека – это гнев человека. Когда я гневаюсь, и мне кажется, что я ревную о деле Божьем, и если я копну глубже внутри себя, я увижу, что я ревную о себе. О том, что меня обошли, о том, что меня не послушали, возможно, как Ахитофела, о том, что со мной несправедливо поступили, о том, что с моим мнением не считаются, о том, что в церкви не так, как я хочу, о том, что еще что-то где-то как-то, потому что мой гнев – это мой гнев. И если я в течение недели, в течение месяца, в течение своей христианской жизни подпитуюсь только по воскресным дням, или читаю Библию урывками, или какими-то маленькими кусочками, или, может быть, какими-то небольшими главами, или живу только псалмами, потому что они меня вдохновяют, плюс они короткие, плюс их хорошо прочитал и живешь целый день, впоследствии получается, что мой гнев, он проявляется наружу. Внешне, внешне смотрится, что я ревную за дело Божье, а внутренне Бог же видит, что я ревную о себе. И самое главное, что злобный не творит правды Божьей. Когда я говорю о злобе, я говорю о том, что мое сердце не хочет изменяться, и мне хочется, чтобы все со мной всегда считались. И мне кажется, что если по моему совету вы не сделаете, то вы, во-первых, очень сильно согрешите, а во-вторых, вы будете неправы, и потом вы пожалеете, что по моему совету не сделали. Потому что есть два варианта. Или вы делаете, как я, или у вас будет тупиковая ситуация. Один еврей когда-то сказал, тупиковая ситуация – это ситуация, выход из которой мне не нравится. Тупиковая ситуация – это ситуация, выход из которой мне не нравится. Поскольку он мне не нравится, я отбрасываю этот вариант вообще. И у меня получается только один путь, и он тупиковый. Злобный человек не творит правды Божьей. Марка 7 глава говорит очень интересные вещи. Марка 7 глава с 21 по 23 стих. «Ибо из внутрь, то есть изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребление». Представьте, зависть и убийство исходят из одного источника. Изнутри завистливое око, богохульство, гордость, безумство – все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. То есть изнутри у нас замыслы, у нас планы, у нас какие-то проекты, которые мы желаем осуществить. И порой к нашему стыду мы, как верующие люди, вообще не учитываем Божий элемент во всех этих планах. Нам часто вообще неинтересно, что думает Бог в конкретной ситуации, потому что у меня есть план, я хочу его достичь. В какой-то период времени я становлюсь как навал, я достиг всего, мое сердце весело, жизнь удалась. Но мы забываем, что в любой момент может прийти Господь. И все, что копилось годами, все, на что было потрачено лучшие годы жизни, все жертвы были принесенные в угоду этому материальному миру, приходит момент, и человек лишается здоровья, может быть, жизни, может быть, богатства, может быть, всего лишается. Просто потому, что в период, когда он знал, чего хочет Бог, он этого не делал. Злые помыслы, они исходят изнутри, а не извне. Когда я оправдываю какие-то свои проблемы, внутренние проблемы тем, что это пришло извне, это так случилось, это такое окружение, вы понимаете, и так далее, я просто оправдываю себя. Библия говорит, а я верю Христу, потому что в Марка 7 главе говорил сам Христос, это исходит изнутри. Я еще раз говорю, что христианство – это измененное сердце. Потому что абсолютно все религии в этом мире имеют служение, каждый свое, имеют дни постов, имеют определенную форму одежды или хотя бы образ какой-то формы, имеют все то, что имеем и мы, совершая свое служение. Но христианство – это измененное сердце. Измененное сердце. Измененное сердце, которое готово отдать жизнь за то учение, в которое оно верит. Грубо говоря, отдать жизнь за Христа, если придется. Это не просто пожертвовать 200 долларов, когда мне можно поработать, а я не пошел поработать. Это не просто пожертвовать, может быть, какими-то бонусами или какой-то важной встречей, когда мне можно побыть в собрании, а я не побыл в собрании. Это жизнь. И когда мы легкомысленно к этому относимся, мы приходим к мысли, что мое же сердце не меняется. Мое сердце не меняется. И когда мне кто-то, не дай Бог, сделает замечание, а лучше не делайте мне замечание, потому что люди знают, что я человек злой. С ним разговаривать невозможно. К этому человеку подойти, сделать ему замечание, пусть даже конструктивное, невозможно, потому что он человек злой. С ним разговаривать невозможно. И если это итог моей христианской жизни, я не хочу такого итога. Я не хочу такой христианской жизни, которая приводит меня к тому, что люди, смотря на меня, понимают, с ним разговаривать бесполезно. С ним разговаривать невозможно, ибо он человек злой. Когда я знаю закон, когда я знаю Бога, я остаюсь человеком злым. Это означает, что я просто пренебрегаю, насмехаюсь, отношусь несерьезно, легковесно, легкомысленно к Божьему Слову. Злость оскверняет человека. Злость оскверняет человека. Не нужно телом что-то совершать, не нужно прикасаться к мертвому телу, не нужно оскверняться от одежды наркомана или еще от какой-то одежды. Некоторые считают, что сама одежда по-прежнему оскверняет. Но тут говорится, что злость оскверняет человека. Мое внутреннее состояние. Притча 19 глава 11 стих. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Как это тяжело. Я знаю и вижу слабости всех, кроме своих собственных. Библия говорит, что это благоразумие быть снисходительным к проступкам. Потому что сегодня человек, на которого я пристально смотрю, он споткнулся. Завтра я растянусь во весь рост на своем жизненном пути. Но себя мне не видно. Мне хочется видеть и следить, контролировать, как ведут себя другие люди. Потому что пока я проверяю чужие сердца, мое сердце, моя совесть, возможно, сожженная, она в спокойствии. Потому что я проверяю всех. У меня должность такая духовная, контролера. Я всех проверяю. Билетики, пожалуйста, проездной. А сам хожу без удостоверения. Библия говорит, что благоразумие быть снисходительным к проступкам. Далее Соломон говорит в 14 главе тех же притч в 16 стихе. Мудрый боится и удаляется зла. Глупый, раздражителен и самонадеян. На чем основана человеческая психология? Я могу, я достигну, я сделаю, я победитель, я силен, я успешен, я красив или красиво, я молод, я целеустремлен, у меня есть планы, у меня есть энергия, у меня есть еще что-то. Так работает человеческая психология. Но притчи говорят, что глупый человек раздражителен и самонадеян. Глупый человек раздражителен и самонадеян. Один большой плюс всех духовных деяний и вообще любого служения, что если Бог не содействует, служение развиваться не будет. Как бы человек не мотивировал себя, как бы человек не шел вперед, как бы высоко он не поднимал знамя своего служения, оно развиваться не будет, если этому служению не содействует Бог. Если человек смирится, если человек встанет на колени, если человек станет покорным Господу, Господь поднимет его. Если же он шагает с высоко поднятой головой, уверен, что он всего добьется сам, с Богом или без Бога, неважно. И к большому сожалению, порой так думают люди, ходящие в церковь. Такой человек глупый, так говорит Соломон. Соломон очень кратко и лаконично в 29 главе, 22 стихе завершает свою мысль. 29 глава, 22 стих притчи. Вспыльчивый много грешит. Знаете, чтобы согрешить много, не нужно поехать в какой-нибудь Лас-Вегас. Вспыльчивый много грешит. Он много грешит в церкви, он много грешит дома, он много грешит на работе по одной простой причине, что он вспыльчивый. Он ничего не хочет с этим делать. Почему я подчеркиваю, не хочет? Я не говорю, не может. Если кто-то сидящий в этом зале думает, что он не может поменяться, вы обманываете сами себя, потому что перед этим Яков говорит, отложите остаток злобы. Это означает, что вся остальная злоба уже отложена. Значит, это возможно. Поэтому человек не хочет изменяться, ему нравится быть таким, какой он есть. И не важно, что он с виду кроткий. Помните, я вначале говорил, что человеческие мотивы, они формируют нашу внутренность и наше внешнее поведение. Человек скромный, тихий, улыбчивый, чтобы ему, знаете, просто душка. Вот просто хороший человек, но не дать, не взять, но все. Но только стоит его зацепить или только стоит его затронуть, он сразу покажет вам, душка он или не совсем. В 1 Петра 2 главе с 1 по 2 стих написаны следующие слова. Кстати, Петр почти дублирует Иакова. «Итак, отложив всякую злобу». Кстати, напомню, это говорит тот человек, который в минуту опасности махал мечом. Это не просто он там из-за спин учеников бросил камень в кого-то. Это первый, который увидел, что прикасается к его учителю, хватает меч и сразу рубит. Если бы там был он поточнее, или слуга стоял левее или правее, он бы ему отсек голову, или разрубил бы напополам. Так просто отсек ухо. Явно, что он не целился. Но это говорит Петр. Тот Петр, который пережил сошествие на себя Духа Святого. Он говорит, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам воспасение». Возрастание воспасения происходит от Божьего Слова. Как я говорил, человек не рождается вором, предателем, лицемером, лихоимцем, злобным, раздражительным. Ну, могут там проявляться какие-то черты характера у детей унаследованной или часть первородного греха. Но человек все равно впоследствии он может быть лучше. Под влиянием воспитания, под влиянием Божьей благодати, под влиянием Божьей милости, под влиянием церкви, под влиянием воскресной школы, под влиянием молодежного служения, под влиянием молитвенных групп, под влиянием чего угодно. Он может быть лучше. Это не означает, что если ваш ребенок в три года, когда вы забираете у него конфету, он падает на землю и бьется головой о пол, он таким останется всю жизнь. Нет, он побьется, побьется, к пяти годам это может быть идеальный ребенок. К семье это вообще может быть образец для подражания. И это будет нормальный христианин. Я говорю о том, что сердце человеческое, оно же формируется во младенчестве. То же самое касается и духовной жизни. Написано, как младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам воспасение. Когда это пишет Петр, еще словесного молока не так много. Написано Евангелие от Марка, написано два послания Павла, и Матфей заканчивает свое Евангелие. Все. То есть писаного молока не так много. Молоко, по большей части, еще словесное. Но в наше время у нас уже есть писанное молоко, писаная пища, которая где-то глубже, где-то меньше, но оно меняет наши сердца. Поэтому Библия говорит, что мы должны отложить всякую злобу и сразу прицепом всякое злословие. Нельзя разделять мои слова и мое сердце. Ни в коем случае. Разделять мои слова и мое сердце, это просто жить, знаете, в иллюзии, в каком-то параллельном мире, что есть слова, а есть мое сердце. Тут я христианин, исполненный Духом Святым, а тут просто так случилось, вырвалось, прорвалось и так далее. Вы знаете, в каком случае из крана потечет ржавая вода, если его открыть. Если трубы ржавые, если трубы нормальные, если туда никто ничего не сыпал, оттуда потечет нормальная вода. Когда я говорю, что я хороший, хромированный, блестящий кран, но когда меня открывать, течет ржавая вода, значит, скорее всего, мои трубы гнилые. Сколько бы я вас не убеждал, что эта вода полезная, а коричневый цвет укрепляет ваши зубы, делает десна крепче. Пейте, пожалуйста, эту воду, потому что, смотрите, я блеском покрыт, я мягкий, удобный, прорезиненный вот этот вот ручка, меня можно открыть, меня можно закрыть. Вы скажете, знаешь что, пей эту воду сам. Но порой в нашей христианской жизни мы вот такие краны, когда откроешь, почему-то ржавая вода, но когда закроешь, смотришь и кажется, вау, такой кран, себе такой хочу. Поэтому, братья и сестры, мы не можем себя обманывать в том, что исходит из нашего сердца. Павел в Ефесянам и Колоссянам говорят схожие мысли. Мы говорили, что Иаков об этом пишет, мы говорили, что Петр об этом пишет. Дальше об этом пишет Павел. Павел, который, будучи без Христа, настолько раздражался, настолько выходил из себя, что влачил людей в тюрьмы. Кто из вас, проезжая мимо церкви адвентистов седьмого дня, или, допустим, мусульманской мечети, или свидетелей Иеговы, или мормонской церкви, настолько выходит из себя, что обязательно притормозит, выйдет, и хоть одного поймает и проповедует ему о Христе. Мы относимся к этому, ну окей, ходят и ходят, и проехали дальше. А Павел нет. Павел выходит из синагоги, смотрит, пошла группа на дом собираться, христиан. Он бежит за ними, хватает и тянет. То есть этот человек настолько горячий, настолько вспыльчивый, без Христа. Что же пишет он со Христом? Ефесянам 4.31 Всякое раздражение, ярость, гнев. Обратите внимание на первую часть, и потом следующая часть прицепиком через и и через запятую. То есть сначала раздражение, ярость и гнев. Это внутри. Дальше крик, злоречие со всякую злобую. Да будут удалены от вас. Это уже снаружи. Павел не разделяет мою внутреннюю агрессию с моим внешним проявлением. Павел говорит, это просто разные ступени одного и того же процесса. Сначала я негодую внутри, потом я это выплескиваю наружу. В Колоссяном 3.8 он пишет, а теперь вы отложите все, опять смотрите, гнев, ярость, злобу, внутри, злоречие, сквернословие уст ваших. Снаружи. То есть, что эфесской церкви, что колоссской церкви, Павел пишет одно и то же. Это тот Павел, который при любой возможности, когда он был без Христа, хватал людей, бил их там, лег в темницу и так далее. О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о Иакове, который при жизни Христа не верил в Христа. Мы говорим о Петре, который был вспыльчивый и везде прыгал первым, надо ему было, не надо, и отрекался тоже первым. Мы говорим о Павле, который при любой возможности искал этих христиан, эту секту, эту ересь и тянул куда-то. Мы говорим о этих людях, и в конечном счете, впоследствии мы будем говорить о Иоанне, который, проходя мимо деревни, хотел ее сжечь, потому что они не так поклоняются Богу, как мы. А впоследствии Иоанн называется апостолом любви. Мы говорим о всех этих людях без Христа. И когда они переживают Христа, когда они получают Духа Святого, когда они рождаются свыше, когда они становятся новым творением, это какие-то совершенно другие люди. Я нигде после сошедствия Духа Святого, после второй главы, не нахожу ни апостолов, ни их учеников, ни дерущимися, ни спорящимися, ни возмущающими кого-нибудь. Это люди совершенно другие. Павел, когда стоит на суде в Кесарии, он говорит, эти люди, все, кто пришли, хоть они и лжесвидетели, никто из них никогда не видел меня прилюдно спорящим или прикословящим. Это говорит Павел. Понимаете, это Павел, для которого, не знаю, иудейский закон был смысл жизни. Кто из нас может сказать о каких-то или сколько вещей в нашей жизни мы можем сказать никогда. Когда Петру опускается посудина с нечистым, он говорит, я никогда не ел. Представьте, человеку далеко за 30, может быть, уже ближе к 40, а есть вещи в жизни, которые по его вере он никогда не делал. Несмотря на то, был он рыбаком, стал он апостолом, он говорит, я никогда этого не делал. И вы знаете, что это была правда. Он не делал это. Он говорит, я нечистого никогда не ел. Насколько ревность от юности сохраняет человека в каких-то вопросах, так он это никогда не делал без Христа. Представьте, насколько он стойкий, был со Христом. Когда мы сегодня, будучи верующими в нескольких поколениях, у нас почти не находятся вещей, о которых мы можем сказать никогда. Ну, было разок, ну, где-то там попробовал, ну, где-то что-то сделал, где-то сказал, где-то, чтобы вот так, никогда, обернувшись на свою жизнь, искать, я христианин с детства, и я никогда вот этого не делал, этого не делал, этого не делал, этого не говорил, сюда не заходил, там не присутствовал, там не участвовал. У нас этот список короче, короче, с каждым новым поколением, короче и короче, потому что сердце не меняется. Люди по-прежнему ходят в служение, люди по-прежнему участвуют, люди по-прежнему жертвуют, люди по-прежнему живут какой-то жизнью, веселятся, сердце их радуется, имущество прибавляется, им все нравится, а в конечном счете с ним невозможно разговаривать, ибо он человек злой. Внутренняя нечистота, агрессия, бунт не способствуют духовному росту и могут стать серьезным препятствием на пути к спасению. Сегодня я говорю о конечной цели жизни. Сегодня я говорю о том моменте, когда каждому из нас, если Христос не придет к тому времени, придется быть на вот этой черте, когда мы будем отходить к Господу, когда у нас останется несколько мгновений или несколько вдохов и несколько выдохов, когда, будучи на смертном адре, сможем ли мы сказать, что мое сердце, оно новое, что мое сердце, оно измененное, что моя жизнь, она действительно прошла со Христом, а не как у Навала, вроде бы и еврей, но и Яхве он не познал до конца, что моя жизнь, она была всегда в соответствии с Божьим Словом. Это и есть цель. Ничего более. Ни какой-то вид служения, ни какой-то размер количества прихожан, церкви, динаминация, ничего из этого, только измененное сердце. В книге Сирах, 2 главе, 22 стихе написано, «Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека. Не может быть оправдан несправедливый гнев». Братья и сестры, да наш гнев в большинстве случаев он несправедливый, потому что справедливый гнев или праведный гнев, он у Господа. Мой гнев – это мой гнев. Да, я могу назвать его, что это ревность по Дому Божью, по служению, по церкви, по еще чему-то там, но это мой гнев. А Сирах пишет, что несправедливый гнев и само движение гнева, сами мысли, сам замысел, само внутреннее негодование есть падение для человека. Я столько лет со Христом, я так долго в служении, у меня столько духовных орденов, медалей и погон, я такой образцовый, моя жизнь движется к концу, пришло время передавать мое служение, пришло время передавать благословение, благословение, пришло время налагать руки и передавать то помазание, которое было на мне, пришло время к духовному деянию. А я по-прежнему с неизмененным сердцем. Когда мы сейчас будем молиться, я бы хотел, чтобы мы не уподоблялись навалу, чтобы мы помнили, несмотря на то, что у нас может быть в физической, материальной жизни все хорошо, ну или давайте скажем, все не очень плохо, мы должны понимать, что над всем этим, над всем этим процессом есть Бог, которому мы служим, существование которого мы признаем, веру в которого мы якобы сохраняем, законы которого мы как бы помним. и этот Бог в свое время, он будет судиться с нами, если не в этой жизни, то в жизни будущей, которая обязательно, несмотря ни на что, будет, но у каждого своя. Кто-то с Богом в вечности, а кто-то в аду. Пусть нас Бог благословит, чтобы Его Слово, оно меняло наши сердца, чтобы оно меняло мое сердце, потому что оно нуждается в изменении, чтобы оно меняло мой характер, чтобы оно меняло мои мотивы, чтобы оно меняло мои слова и мои поступки, чтобы все, что я делал, оно делалось для славы Божьей, а не просто, чтобы мы считали, что мы все молодцы, а дело Божье было в запустении. Пусть нас Бог всех благословит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok